Привет, ребята! И это Dungeon 2. Та сама игра, о которой я орал, визжал, кричал, что О господи, это же Dungeon Keeper! Это же Dungeon Keeper! Но, к сожалению, как же я ошибался? Как же я ошибался? И сейчас я решил, вместо того, чтобы делать какой-то типа обзор, такой полноценный, знаете, с плейчика, но с пояснениями, с объяснениями, как играть, почему это не очень хорошо и почему это, блин, не Dungeon Keeper! И вот это, по-моему, четвертый или пятый уровень, как обычно. Это игра от Калипса. Очень важно понимать, что это игра от Калипса. Видите, лак? Это нормально. В случае с этой игрой, почему-то вот эти вот вставки на поверхности, они в подземелье, они лагают, они не оптимизированы. В общем-то, не очень хорошо это все. Но! Вернемся назад. Это игра от Калипса и к чему это все ведет. Давайте-ка золотишко быстренько. Вот, смотрите! Чистый, чистейший, незамутненный Dungeon Keeper! На первый взгляд. На самом деле, вот со старта, это просто феерия, можно вот орать фанатам, но, на самом деле, недолго этим фанатам орать, поскольку мы, сейчас мы это дело поиграем, и я продолжу пока рассуждение. Почему же меня так напрягло, что это Калипса? Дело в том, что Калипса специализируется на всяких разных стратежках, около экономических всяких, там, и же с ним. В принципе, Dungeon Keeper, да, это для них абсолютно... Dungeon Keeper, Dungeons 2, простите! Для них это абсолютно типичная игрушка для этой фирмы. Но здесь же скрывается корень зла. Калипса всю дорогу делали не игру, вот когда сингл, они делали как будто не сингл, а длинную-длинную обучающую кампанию к мультиплееру. К сожалению, это так, в их случае. Это, я считаю, очень-очень неправильно, и в данном случае, уже в четвертой миссии, я наблюдаю это все. Вместо того, чтобы научить игрока быстренько, каким-то азам, и, пожалуйста, ребята, давайте дальше сами, они делают что? Вот четвертая миссия, например, видите кристаллы? А, вы не видите, там карточка, там у вас камера. С левым игру, там, где вас закрывают камеры, вот там, появился новый ресурс, да, это были только золото, теперь появилась, а, мана, вот. Только на четвертой миссии я начинаю изучать заклинания, вот, которые, собственно говоря, я видел до этого уже в предыдущей миссии. И это, по-моему, неправильно. Кстати, да, вот, это карта внешнего мира, сюда можно выходить, потом выбрасывать, но мы к этому еще вернемся. То есть, ну, со старта, в общем-то, все очень привычно для любителей данжен-киперов, все абсолютно понятно. Вот мы сделали сокровищницу, сейчас мы... Пивоварня. Еще одна такая вещь важная. Базовых, по крайней мере, базовых, я еще не разобрался. Четвертая миссия, я до сих пор еще не знаю многих азов игры, потому что это, блин, Калипсо. И синглплеер представляет длинную-длинную обучалку. Я уже начинаю повторяться, так что постараюсь избежать этого. Все-таки существ, если помните, в данжен-кипере существ можно было... Вам нужно было их приманивать. Вам нужно было создавать условия для существ, чтобы им было интересно жить в вашем подземелье. И, собственно говоря, они приходили, если вы создавали для них комфорт. Было некомфортно, они уходили. Здесь, к сожалению... Это была, кстати, очень классная фишка в данжен-кипере. В Dungeons 2 все иначе. В Dungeons 2 нужно строить вот пивоварню. Построим пивоварню. Пока вот на такое вот... Сюда по старой фишке от Калипсо мы потом еще сверху воткнем одну фигульку. И теперь все... О, чудо! Мы можем нанимать орков. И вот только теперь. И то, вот, кстати, это... Это, на самом деле, гемор. Вот как вы думаете, что где-то вот здесь будет окошечко, чтобы нанимать существ? Нееет! Нужно нажимать сердце, подземелье. Браво! Какой чудный геймдизайнерский ход! Вместо того, чтобы упростить интерфейс, мы его усложним. Пять баллов. Значит, собственно, мы наймем пары-тройкворков. Я не буду долго проходить. Миссии очень длинные, как правило. Я не буду проходить ее всю. Я всего лишь покажу вам какие-то основы игры. Объясню, почему это... Ну, не то чтобы плохо, но, блин, это далеко не то, чего хотели фанаты. Нам предлагали другую игру. Так, ну вот, кстати. Вот к нам сейчас герои залезут. Видите, какие лаги? На поверхности FPS упал до 10. Просто. Возвращаемся в подземелье. И сейчас он... И FPS внезапно выравнивается опять. Ребята, у меня 980 GTX. Разогнаны. Я не понимаю. Хотя, что я не понимаю? Вот я люблю говорить. Я не знаю, я не понимаю. Нет, я знаю и понимаю. Не оптимизация. Все плохо в этом плане. Но терпимо, терпимо. Оно потом как-то разгоняется. Более-менее. Но, согласитесь, для игры... Для простой стратегической достаточно игры... Почему маны больше не ковыряются? Кстати, что-то я ковырял ману. Ладно. Можно нанять еще. Кстати, вот я хочу еще нанять себе рабочих. Знаете, хочется нанять себе рабочих. Тем более, что теперь они, допустим, на пивоварне один задействован. Надо рабочих. Опять мы ищем. Ну, это жесть. Вот и гоблинов, кстати. Вот их я в прошлой миссии открывал. Да, да, да. Растяпа. Его называют Растяпа. Выходи, Растяпа. Пригодишься, Друган. То бишь, одно уже первое и важное отличие мы видим. Как минимум одно, от которого... Вот, кстати, оптимизация... А, это герои пришли. Вот, пришли герои, оптимизация упала. Что это за задница? Кстати, вот еще орки. Вы думаете, можно вот их... Как вы помните, в Dungeon Keeper можно было просто по иконке существ покликать. Покликать, и они набирались в руку. Ну, вот здесь нет, здесь не так. Вам предлагают. Вот, и нужно тогда уже его поднимать. Вы можете, как в Dungeon Keeper, хоп, выдернуть вот так вот и где-то скинуть, где хотели. Скидывайте. Окей! Это все супер. Но почему нельзя вот было вынести на кнопку, что вот я нажимаю, например, левое, это я смотрю, где он, где-то существо. А на правую я сразу их выдергиваю, сколько надо. Ребята, Dungeon Keeper. Была такая игра. Там были реализованы гораздо лучшие инструменты для управления, собственно говоря, игрой. Но эти парни идут своим путем. Своим путем. Очень странным. Абсолютно для меня непонятным. Ну, вот. Хотя, да, опыт. Гоблины повышаются в левеле. Да, они тоже, как и в Dungeon Keeper. Я буду повторять, Dungeon Keeper столько, сколько мне понадобится. Они ходят, получают зарплату. Они что-то питаются. Вот там пиво варит этот чертик. Они пьют пиво. ФПС падает периодически. Потому что оптимизация в игре просто отсутствует. И вот они там похиляются. Потом можно больничку будет построить. Окей. Окей. Давайте сейчас немножко все-таки. Чуть-чуть еще. Повыкапываем. Сроем тут уже нафиг. Все просто. Повыкапываем. Золота хватает, чтобы нам еще такое сделать. Производственный объект. Пещеримость. Ну, шуточки здесь. На самом деле, шуточки из разряда, знаете, на такие детсадовские. Они не пошлые шуточки. Они не вызывают отвращения. Они не вызывают и улыбок. Собственно говоря, здесь какой-то постоянно слащавый мужской голос что-то шутит. Это неплохо, но это нехорошо. То есть, Данжон Кипере! Кто-нибудь посчитайте, сколько раз я сказал Данжон Кипер во время этого видео. Во время записи этого видео. Мне даже самому любопытно. Итак, в Данжон Кипере было... Юмор был черный. Юмор был мрачный. Юмор был такой саркастичный, ироничный. Он был... Он был... Немножко жесток, но он был... Хорош. Это был нормальный взрослый юмор. Здесь... Пауки расползлись по подземелью. Вот пауки. И сейчас мы вынуждены искать орков. Оп. Следующий орк. Этот... Ладно, коцанный, коцанный. Черт с ним. Всех в бой. Драться. И еще герои, кстати, вышли. Плохо. Плохо, на самом деле. Сейчас эти быстренько зафигачат. И потом нужно будет героев. Кстати, да. Очки населения. Появились, как это водится, очки населения. Повторюсь. Я буду сравнивать столько, сколько понадобится. В данжон, кипере. Ограничение. Этот умрет, пацан. Нет, давай... Давай-ка мы, типа, заберем из драки. Эти там разобрались с пауками, видите? А, вот что-то выпало. Вот эти вот штуки выпадающие можно присваивать оркам. Они... Вот наш дерется орк. Скинем еще. Эти вот штучки. Где там она валяется, княженцы. Их может... Это бусты. О! Снижает скуку существа. Какая... Где откуда-то скука берется, я не знаю. Повторюсь. В данжон-кипере была такая фишка. Существо, ему не нравится, оно ушло. Им нравится, они приходят и приходят. Ограничений никаких на количество не было. Здесь они почему-то есть. Ладно. Строим пещеру мастеров, чтобы нанять гоблинов. В этом случае мы немножко... Нам будет попроще с этими. Создать стройкомат. Оп! Стройкомат. И давайте еще один стройкомат. Даже два стройкомата. Вот так вот. Пачки населения. Два всего, два. И, значит, я смогу нанять, скорее всего, всего двух гоблинов. Ну, ладно, хватит. Это я вам покажу, как будут добываться. Как здесь строятся ловушки, инструменты. Как происходит исследование. И, в принципе, на этом можно заканчивать. То есть, уже понятно. Вылазку наружу, наверное, делать... Что он хочет? Вероятно, высадку делать мы не будем. Наружу. Повторюсь, вот есть выход наружу. Верни как он идет вот сюда. Сбрасывайте своих... Свои войска, кого подобрали. Они появляются здесь. И пошли лазить по земле. Там рубашиться, ломать рейды. Это забавно. Это интересно. Можно было бы сделать гораздо круче, чем здесь есть. Но все равно это не Данжон Кипер. В Данжон Кипере все было иначе. Что там за часовня? Ясно. Это была шутка, короче. Я думал, важное сообщение. Тут кто-то пошутил. Итак. Вот эти ребята производят просто инструменты. Гоблины. Не тогда, когда они что-то значит исследуют. Лучше помещение можно улучшать. Это сокровищница. Но это нафиг. Нам пока не надо. Но можно поставить двери. Можно поставить ловушки. Ну давайте, наверное, с ловушек начнем. Вот хороший взрывающийся сундук. В принципе, на этих ловушках потом держится вся оборона подземелья. Вот герои вылазят отсюда. Вы устраиваете им вот полный ряд ловушек. И они вас больше не беспокоят. Почему? Потому что ловушки самовозобновляются. Эти гоблины фигачат инструменты. Импы, которые здесь называются. Как же они называются? Растяпы. Растяпы просто устанавливают вместо использованных ловушек новые. Это... Ну как так можно было сделать? В общем. Я думаю, я все объяснил. Думаю, всем уже все понятно. Продолжать особого смысла нет. Безусловно, игра неплоха. Безусловно, это в принципе приятная игрушечка, за которой хорошо может убить время. Забери эту книжку. Но. Это совсем не то, что нам продавали. Нам внешне, а она внешне очень похожа, на Dungeon Keeper. Нам продавали Dungeon Keeper. Но это не он. По сути, по духу, по реализации. Внешняя атрибутика вся, да. По факту, нет. Поэтому, ребят, нас развели в очередной раз. Извиняйте, если кого ввел в заблуждение. И пока, ребята, буду держать вас в курсе о всех событиях, которые нас могут только ждать. Пока.